Добрый день! Сегодня суббота, и начинаю свой влог уже где-то 4 часа дня, наверное. Вадимка вернулся с футбола, я вообще должна была с ним поехать, но такая сегодня сырая погода, решила дома остаться, чтобы не приболеть. Смотрю новые X-файлы. Да, кусками получилось, потому что я снимала видео как раз. О боже, сколько лет прошло, я вообще обожаю X-файлы, и не хочется разочароваться новым сезоном, поэтому сейчас, скорее всего, мы просто скачаем серию и посмотрим с Вадимом нормально, сначала до конца, так как я такая, чёрт, я начала смотреть без тебя, извини, но по телеку показывали. Хочу, кстати, сказать, вдруг кто-то увидит, чтобы не пугались, я вчера сдавала кровью, у меня такой синяк остался на руке. Вчера у меня так болела рука, вообще неприятно как-то, ну, чувствительно, у меня очень кожа, вены тонкие, и было не больно абсолютно, всё очень быстро прошло, но вот остался синяк. Сейчас хочу пойти одеть халатик, потому что дома довольно-таки прохладно, не знаю, что мы будем кушать. Вот, Вадимка что-то там привёз от родителей. Пришла новая весенняя коллекция от Avon, боже, я просто без ума от этих лаков. Такие вот три новых оттенка, и я вот накрасила, получается, почти все ногтики вот этим цветом. Я не знаю, кстати, это будет ли митка или в постоянке, но упаковка была обычная. И этот оттенок называется Aqua Verve. Думаю, сейчас вам будет видно название. И вот на безымянный пальчик я решила попробовать вот этот розовый, очень красивый. И называется этот цвет Ampetue Pink. И третий цвет, такой очень красивый, персиковый, я вот хочу потом тоже им накрасить. Вообще-таки весенние красивые цвета, конечно, и этот называется Sheer Citrus. Обязательно будет у меня пост в блоге, в письменном, где я вам поближе покажу всю коллекцию. Хочу просто сейчас быстренько тоже показать такое средство, потому что нигде такое не встречала. Из той же рассылочки, это такое вот средство два в одном, с одной стороны здесь идет хайлайтер, а в другом румяна. Такой вот стик, очень красивый хайлайтер, тоже я уже пробовала. Но он не сильно такой насыщенный, то есть очень природный получается, такой вот цвета шампань. И с другой стороны здесь вот такие вот персиковые румяна. Тоже такие природные, красиво смотрятся. Правда у меня немножко проблема, то есть если я наношу сверху на тональное средство, именно из стика, то он немножко растирает тон. Поэтому лучше вот наносить пальчиками и вбивать в кожу. Ну, еще тестирую, конечно, пробую. И что хочу, кстати, уже, наверное, темно, я не знаю, что хочу отметить из своих фаворитов. Вот из поездки от La Roche-Posay я попробовала три новых тональных средства. Мне очень-очень понравился, хоть у меня и комбинированная кожа с сухими участками. Но мне прямо очень понравился вот этот их тональный мусс, который идет матирующий, абсолютно не сушит кожу. Так красиво ложится, так классно распределяется, очень красиво смотрится. Тоже, наверное, потом в каком-то видео покажу вам вообще, что я получила тогда от La Roche-Posay обязательно, потому что очень много классных штучек. И хочу сделать тоже именно отдельный пост на каждый тон, у меня их три. Вот этот вот матирующий мусс, флюид тональный, который мне тоже очень понравился. И увлажняющий, как тональный крем. Ну вот насчет увлажняющего, хоть он и увлажняющий, честно, вот этот лежит намного лучше. Ну, еще тоже буду пробовать, тестировать и обязательно тоже буду делиться впечатлениями. Вадимка пошел, вышел из душа, пошел в магазин быстренько. Хотим вечером выпить немного вина красного. И, наверное, я буду запекать курочку цельную в духовке. Сейчас я очень голодная, поэтому я только что съела бутербродик. А сейчас будем, как всегда, делать наше экспресс-блюдо. Это, конечно же, спагетти с сунцом. И хочу начать редактировать влог с поездки с La Roche-Posay, чтобы выложить тоже, наверное, понедельник. Не знаю, через пару дней. Да, в общем, пытаюсь как-то все вот так вот вовремя успеть, чтобы постоянно на канале какие-то видео выходили. Не хочу снова пропадать. Стараюсь, очень стараюсь. И хочу тоже постараться сегодня написать, наконец-то, пост в блоге. Ну, там надо еще сначала просмотреть фотографии, отредактировать. Ой, на самом деле, что-то засыпаю. Наверное, сейчас будем пить кофе. Мелчонок, ты засыпаешь? Сейчас у меня тут уже закипела водичка на спагетти. Дома как-то прохладно и вообще, не знаю, как-то неприятно совсем стало. Вся банда здесь. Вадимка вернулся с покупками. Вот курочка, буду ее мариновать. Потом вам покажу, как я ее буду мариновать, так как всем всегда интересно, как я и что готовлю. Девочки спрашивают, почему Яша всегда такой недоволен. Почему ты всегда такой недоволен, когда я тебя снимаю? Отпусти, мужчина. Ты самый счастливый. Ты самый счастливый? Но ты всегда такой, как будто не знал. Мне нечего сказать просто, меня ничего не спрашивают. Понятно тогда. Все, адресовано тебе. Хорошо. Я могу просто передать тебе всем привет, Дарья. Всем привет. Хорошо, может быть, мы тогда должны вместе снять какое-то видео, ответы на вопросы. Может быть, вы оставите свои вопросы внизу в описании для Вадимки, чтобы он не говорил, что его никто ни о чем не спрашивает. Вопросы насчет волос не учитывают. Да, очень часто вы пишете, что Вадиму пора подстричься или пора побриться. Опять же, я говорю, людям иногда так хочется кому-то о чем-то указывать, как кому-то жить или как что нужно делать. Нет. Из-за того, что кто-то там что-то написал, другой нормальный человек... Я на самом деле не против абсолютно таких комментариев. Просто на самом деле, девушки, на самом деле... Что? Вы же не просто так меняете внешность, правильно? Правильно. Стрижки, покраски. Хотя на самом деле, там мне уже по большому счету... Были длинные волосы, была борода, не было бороды, были короткие, были разные эксперименты и все. Просто хочется снова как-то что-то поменять, наверное, поэтому... Все, объяснился, отчитался. Да, так что... Да, я... Мы вообще... Хотя иногда, конечно, напрягает, хочется ужасно все... Не знаю, взять и постричься, а потом на следующий день жалеть. Блин, зачем это сделать? Нет, уже к этому идешь, значит, надо идти, да. Просто люди не видели старых фотографий. А, я, кстати, попробую вставить фотку, когда мы с Вадимом познакомились, у него волосы были, ну, примерно моей длины, ну, немножко короче, ну, по плечи точно были, даже длиннее, да, наверное? И красился в черный цвет, и, наверное, именно вот этим вот он меня и зацепил, потому что он такой был секси, но он и до сих пор у меня очень секси. Такой таинственный, эти темные волосы, такие светлые глаза, там, ускочи, все дела. Да, что, да, я попробую найти фотку. Где-то у нас должны быть, да, фотки? Да. Твоей молодости. Так что я не недовольный. Вот, ну, а вы в любом случае оставляйте свои вопросы, потому что надо свои вопросы у Вадимки, потому что надо нам, наконец-то, что-то вместе с ним отснять. Чего ты кашляешь? Кому-то нужна чашка чая с вареньем. У меня есть малиновое варенье, бабушка давала. Вот, что-то я еще хотела сказать. А, еще вопрос к тебе. Девочки спрашивали, как ты относишься вообще к увеличению губ. Да. Да, вот это вот очень часто тоже спрашивают, из-за того, что я как бы губы увеличиваю, как... Без фанатизма. Без фанатизма? Без фанатизма, умеренная доза. Да. И... И тем, у кого есть вторая половинка, терпение. Ну, хорошо, ты считаешь у меня умеренная доза, или уже все-таки немножко чуть-чуть? Умеренная доза. Я думаю, все знают, какая доза, через чую. Когда же такие... Не, ну это уже даже не то, что через чую, это уже ужасно. Не, ну больше... Больше я свои губы точно делать не хочу. То есть, такой размер, мне кажется, абсолютно. На самом деле, ради эксперимента можно просто... Просто сделать и... Подождать. Подождать неделю не появляться на людях, и на самом деле, вот тогда будет видно, замечают или нет. Нет, не заметили. Только те девочки... И вряд ли кто заметит. Ну да, только те девочки, которым я как бы говорила, там, Даша и там пару девочек на работе. Будем кушать? Да. Да. Ваше любимое блюдо в исполнении Вадима Ульянова. Я так только закинул. Там и только пришли. Там и только пришли. Ой, кстати, надо посмотреть у Куриных на английском, когда мы сюда наконец-то. Сегодня. Сегодня? Сегодня у нас вечер X-File. Там были какие-то вопросы о вдохновлении, да? Заставить писак. Фильма. Музыки. Угу. Клиник. Тебя у Куриных вдохновляет, ты хочешь сказать? Поднимает настроение. Все, хватит мешать, давай уже кушать. Нежунечка. Прямо под ноги лезет. Вы же кушали уже. Что такое? Оброшайка. Оброшайка, да? Музыка. 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 Время замариновывать курочку. У меня здесь цельная курица. Хочу замариновать с апельсинами. Тут у меня вот такие вот апельсинки. Базилик. Черный перец и соль. Все. Выдавливаем сок апельсина. Скажу, почему вот эти три апельсина, да? Почему? Потому что, когда я покупал, я рассчитывал, что я покупаю мандарина. Да. А так как их никто не ест, да, то она думает, я добавлю сейчас в рецепт. В смысле никто не ест? Нет, я когда-то испекала с апельсинками, получилось очень вкусно. Ладно, беру свои слова. Так как мой муж вместо мандарин купил апельсины каким-то образом. Ну. Все, эти не надо давить, эти будут в духовку идти. Спасибо. Есть разница. Есть разница. Ладно. Ну так отправляем мужа в магазин за мандаринами. Ну все, теперь хорошенько это нужно все перемешать, смазать. И, наверное, может быть, немножко соев соуса, так как любишь курицу со своим соусом или не надо? Или надоем немножко уже соев соусом? Да, можно немножко. Тогда достань мне, пожалуйста, соев соусом. Не надо, потому что уже есть апельсин. Не, оно просто придаст уже привкус. Не нужно обязательно, перед тем, как делать, посмотреть серию Мистера Бина, когда он индейку купил. Точно. Так, и хорошо надо прям туда, вовнутрь, чтобы он там не мариновался. Потом на голову надеть, да? На тебе на голову. Сейчас еще немножко присолю, вот он, наверное, сокровеньшу. Куда-то утонуло. Куда-то утонуло. Сейчас будем смотреть X-файлы, пить кофе, Вадимка, пить пиво. Да? Да. Да. И буду тоже тут попутно заканчивать и редактировать видео одно. Положила ее в руках. Здесь положила те два кусочка апельсина, которые я не выдавливала. И там внутри, в самой курочке тоже есть. И поставлю я где-то, это у меня 210 градусов, ну так, примерно. Поставлю в духовку. Выложила пост о палетке Maybelline. Ставлю внизу ссылку на свой блог обязательно, если вы еще не читали. У меня также кэррипингвин.блогспот.ком, по-моему. Вот, для тех, кто может не знает, что я тоже пишу. Ой, как она аппетитно выглядит, я прям не могу. У нас сейчас здесь кускус, кашка, курочка. Я себе взяла бедро с голенью, помидорчики, тартар. И вот это какой-то мексиканский соус, я его еще ни разу не пробовала. Вадимка кушает филе, но он особо не любит больше ничего, кроме филе. Тоже кускус и помидорчики. А, и, кстати, девочки спрашивали, что я подарила тебе на 14 февраля. Я ему пижаму подарила, ну и там такие тоже штаны черные. Да, тут я не заметила, когда заказывала, это Сасуса подойди поближе. И тут очень веселый пинт олень. Игриня яичница с реми-стиром готова. Игриня яичница с реми-стиром. Вадимка уходит. Пока, Вадимка. Пока. Ну я вернусь. Приходи еще. Сейчас Сапани начише. Смотрите, какая у меня красота. Мы так старались сделать макияж. Любимый сделал мне просто красивый макияж на 8 марта на выход. Что я попробую потом снова его повторить. А вообще у нас выйдет видео, я думаю, оно, наверное, выйдет раньше, чем вы увидите этот влог. Так что для тех, кто не видел там, где он меня красит, я обязательно оставлю ссылочку внизу в описании. И сможете заценить вот эту всю красоту. Кого я тут застала? Лили, ты поймала того голубя? Ты поймала того голубя? В общем, у нас сидят обычно голуби, а она с ума сходит от них. Нет? Угу, угу. Какие у меня тут красивые цветочки. Вчера на работе подарили, поздравили. Нас такая красота. Розочки. Доброе утречка. Я еще вся такая опухшая, сонная. Вадимка поехал выбирать букетики для моей бабушки и для мамы, для свекрови моей. Сейчас будем завтракать. Вадимка меня вчера тоже встретил. Вот так было все красиво, свечи зажженные в спальне. И сделал подарочек из моего любимого Монами. У нас они в Гранд Плазе есть. Вообще они славятся своими макаронами. Он мне уже делал подарок, но он сказал, не было. Поэтому он мне купил такую прелесть. Я только смотрела у них тоже в инстаграме. Смотрите, какая прелесть, какие прянички. Мне их безумно жалко кушать. Они настолько красивые. Как можно такую прелесть кушать? Сегодня мы едем кушать в французский ресторан. Я нашла. Я очень хочу улиток на закуску и что-то очень вкусное мясное на второе. Поэтому, да, это будет вечером. А сейчас я буду завтракать. Потом хотим поехать поздравить мою бабушку, конечно же. Хочу купить какое-то очень-очень вкусное, хорошее мороженое для нее. В какой-то там, не знаю, коробочке или ведерке. Конечно же цветы. А потом поедем к его маме, к моей свекрови. Это же я вчера купила ей пижамку-ночнушку. Она хотела. Надеюсь, что понравится. Такая очень нежненькая, очень мягенькая. На работе нам тоже, кстати, сделали миленький такой подарочек. Такие вот чашечки. Такие вот конфетки тоже с миндалем, дрожжей в черном шоколаде. Сейчас, наверное, под кофеек как раз попробую. А вот и мой букетик. Красиво. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok